добрый день всем кто заглянул на наш канал многодетные денечки чем сегодня у нас для меня немножко необычные видео я хочу сделать небольшой мастер-класс бантиков ну правильно они наверно канзаши называются в общем бантики для девочек для школьницы для помладше вот у меня лера уже с таким ходит бантиком вот я делала сегодня я покажу как я их делаю в общем можно конечно воспользоваться и горячим пистолетом для тех кто не любит долго сидеть но я буду пользоваться ниткой иголкой и клеем момент для того чтобы бантик нам послужил не один раз чтобы он был живучий так что нам потребуется бантики такие делаются из ленточек два с половиной сантиметра шириной лучше взять репс репсовые ленты потому что они не так мнутся как атласные ленточки виду бантика более такой презентабельный красивый вот я уже подготовил один бантик такой так что нам потребуется для одного бантика два отрезочка репсовые ленты цветной два с половиной сантиметра шириной и длиной 17 сантиметров длина ленточки будет 17 сантиметров а также два отрезка ленточки в тон я взяла белую если у вас другой принт может быть вам подойдет розовая там мятная в общем что вы выберите резиночка соответственно вот и для бантика для девочек постарше так для леры опять же школьный бантик дополнительно я еще взяла два отрезка тоже репсовые ленты но уже с люрексом 4 сантиметра шириной длина будет 18 сантиметров еще нужно будет для одного бантика вот такой отрезочек длиной 7 сантиметров из ленточки два с половиной можно воспользоваться отрезочком уже готовым например вот ленточку или один и два шириной или сантиметр в общем кому какая удобнее будет у меня под рукой сейчас нет поэтому я использую вот такую ленточку я ее складываю на три части запаиваю зажигалочкой а потом серединочку капелькой клея подклеиваю вот здесь чтобы она немножко не так ну чтобы не торчало делаю я конечно все не очень так профессионально но мои бантики живут долго девочки меня их носят то есть у меня бантики не одноразовые скажем так потому что обидно если вы потратите время и силы и материал и бантик у вас развалится так ну вот это у меня пускай подсыхает пока кременем такой старенький уже убирать вертикальный начал вот вытекать так ну что приступим собственно к самому бантику берем ленточки и спаиваем их между самыми друг с дружкой извините я волнуюсь сделайте мне снисхождение на первый мастер-класс если уж совсем буду плохо заговариваться я потом звук наверное выключу поставлю какие-нибудь титры на экране посмотрим почему что у меня получится мой эксперимент так ну вот скрипи спаяли скрипели не знаю как правильно сказать тут надо еще на принято посмотреть у ленты на первый взгляд он может быть как бы что так что так одинаковые да но если присмотреться нет вот вверх-вниз и здесь то же самое вверх-вниз так и вот для себя так как линеечка у меня металлическая и мне извлек они очень видны цифры я себе пометила вот здесь вот на точку поставила 7 сантиметров для чего для того чтобы это была моя подсказка значит вот напоминаю ленточка у нас 17 сантиметров длиной мы ее сначала с одной стороны прикладываем и вот у нас видите где 7 сантиметров мы зажимаем и длинный край мы поднимаем вверх затем огибаем вниз складываем вот таким образом и теперь заводим концы вот к этой серединочки цветной с этой стороны а белый ну вот сюда ну кто-то зажимчиком пользуется я сразу прошью немножечко отступить от края чуть-чуть так сейчас простите очки один так да еще про ниточку хочу сказать можно конечно обычные нитки взять я беру капрон для того чтобы сюрпризов не было я его как хочу стягиваю лента не атласная и если узелок большой то он не проскочит и крепко будет прохожу в одну сторону и в другую еще раз то есть у нас бантик получается очень крепкий так пока откладываю в сторону нитку с иголкой беру вторую мы складывали вот такой край да теперь мы с другого края ленточки так немножко появилась сейчас на удобства хочет так вот теперь с другого края тоже зажимаем и поднимаем вверх уже левую сторону потому что она у нас длинная поднимаем вверх заводим и обжимаем опять же и краешки поднимаем к середине сюда этот сюда и теперь прошиваем уже вот здесь тоже как я и говорил немножечко отступив здесь вот нужно чтобы иголочка прошлась через все слои ленты чтобы прихватить проходим дальше нанизываем на иголку стягиваем как бы уже тренировалась я уже знаю что нитка не порвется ленточку довольно крепкая с простыми нитками были казусы обрывалась меня так и теперь вот сюда входим в этот узелочек так вот они у меня соединились оба краешка для более такого крепкого соединения ниточку мотаем еще пройдемся сюда так дальше что я делаю я беру за лицевую сторону вот это вот это здесь тоже красиво кому нравится такой можно и так но мне вот нравится как бабочка получается беру резиночку и я ее тоже пришиваю чтобы если уж случится так что-то идет клей но при влаге малыми даже момент бывает подводит то останется только подклеить верхнюю ленточку все если бантик еще в хорошем состоянии кто-то скажет вот придумал да еще бантики возьми да выброси жалко все-таки руками сделано на самом деле очень много вариантов можно сделать вот используя вот такой бантик как основу так и все зайти завязываем можно и кружева добавлять можно и глиттерный фоамиран добавлять делать вот большие банты основы ну вот смотрите она пришитая мне останется только подклеить вот эту полосочку вот так и бантик бантюлечка готов сейчас мы ее подклеим так клей мой питая на сохнет поймите и приклеить вот эту ситуацию «четятятятятятятят» в целом Продолжение следует... 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 это все можно делать и горячим пистолетом клей бывает разного качества если у вас очень хорошего качества клей то нура справиться с такой работой и вы сэкономите во времени очень много но даже момент я еще раз повторяю даже если на момент клеить все равно при влаге случается так еще раз пройдусь так не забываем что резиночку тоже нужно пришить чтобы она была крепкая здесь я взяла резиночки побольше потому что вот эти бантики которые покрупнее и беру девочкам постарше ну есть конечно и малышей у которых волосы такие густые много волос моих вот нет их три волоса четыре ряда поэтому я делаю маленькие бантики или конечно я резиночку побольше ставлю так ну вот резиночка тоже пришила в принципе можно даже и вот этот пришить смыли даже попробуем так сделать вообще канзаши это японская техника складывания тканей лент таким образом чтобы получались цветы замысловатые красивые и навряд ли в те древние времена у них был горячий пистолет или супер клей как у нас так вот я наверно пришивать я волнуюсь у меня тоже руки дрожат вот еще волноваться да не получилось но перезапишем если не получится хотя жалко конечно времени посмотрите как что делаю даже ниточку не обрезала может это еще от поколения зависит мы привыкли что мы все делаем переживаем за все я когда училась школе я даже в черновике старалась делать все аккуратно сейчас учат детей и нас родителей что черновик это вообще не нужная вещь не мучайте детей не заставляйте их писать на черновик может это и правильно живем там и один раз черновика нет это все по-настоящему идет мои пойдут в первый класс в этом году все трое и когда мы тренировались и отходили в школу будущего первоклассника нет все-таки черновик нам нужен был для того чтобы хотя бы начать вот расписаться что ли как там сказать правильно то разогнаться чтобы начать писать буквы то есть они сначала ручку распишут палочки нарисуют галочки и потом уже начинают букв писать но под конец занятий да мы уже я разрешала иногда и без черновика и и они сами соглашались когда они сделают что-то не так что они переделают так вот здесь мне не очень нравится нужно подклеить еще клеем прозрачный его видно не будет потом что еще нужно как за подсказку сейчас мне вот здесь вдалеку если напортачили до беленькая у меня простенькая такая можно прикрыть вот так вот кабошончик приклеить конечно он сюда так бедноватенько смотрится сюда надо кабошон подороже но тоже ничего так и на лампу рукой загораживаю ну все в принципе мастер-класс у меня практически завершён вот она будет сохнуть вот пожалуйста готовым то что я делала без камеры здесь все аккуратненько девочка можно на зажимки ставить на зажимках когда я может быть соберусь тоже что-то сделано зажиме там тоже есть свои секреты в принципе я его даже сейчас покажу секрет вот зажим выглядит тогда в основном вот это место оно очень цепляет за волосы выдирает волос у детей больно очень поэтому можно взять и ленточку я покажу на широкой но есть ленточки разной ширины можно подобрать такую что не нужно обрезать просто я вам покажу вот крепится сюда закрываете вот так и вот сюда и вот так отрезается и сюда подкипается то есть оно вот так вот но в принципе также еще в продаже есть уже обтянутые ткани зажимки правда стоят они даже не в два раза наверно в два с половиной дороже чем вот такие мне проще отклеить который меня клеится вот это сохнет вернем на место ну все всем спасибо за внимание очень длинный наверно у меня получился мастер-класс не судите меня очень строго вот такой красивый я уже говорил уходит помогала мне вот такая куколка мастер-классе не знаю видно я голову не видно это моя знакомая подарила нам ниночка девочки меня играют с такой у нас их несколько этих кукол я как-то делала обзор есть у нас на канале обзор называется room tour в общем спальню для девочек мы показывали там вот куколки я показывал какие у нас куколки на полках что если кому интересно заходите смотрите ну все всем всего хорошего спасибо за ваше внимание подписывайтесь на наш канал если вам интересно мы очень рады всем подписчикам всего доброго до свидания